Канобу.ру представляет Продолжение следует... 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 А онлайновые хулиганства APB начнутся 20 июля. Фу, едва хватило синонимов. А вот постапокалиптический боевик Rage перенесен на следующий год. Вслед завалом красочных роликов приходят бодрые вести с полей бета-теста Halo Reach. К борьбе спартанцев и ковенантов примкнули уже миллион добровольцев. Один из них — пользователь Канобу с ником Norbik, который в своем блоге подробно отписался о своих впечатлениях. Фирма 1С имеет все шансы получить от государства больше 500 миллионов рублей на разработку военно-патриотических игр. Дмитрию Медведеву на днях показали авиасимулятор Ил-2 «Штурмовик», и президент остался доволен увиденным. Теперь 1С предстоит выпустить серию военных симуляторов, посвященных различным видам техники. На реализацию смелой идеи фирме выделено 3 года. Цель — продать ни много ни мало 10 миллионов копий. Коротким роликом-дразнилкой ознаменовался анонс про Evolution Soccer 2011. Ничего интересного, кроме финтящего Месси, тут обнаружить при всем желании нельзя. Зато можно понадеяться на то, что славное начинание по закупке лицензий на команды и игроков будет продолжено. Во что поиграть на этой неделе? 12 мая начнутся приключения единственного в своем роде опоссума на реактивной тяге из игры Rocket Knight. 14 мая любители поностальгировать о восьмибитных временах смогут окунуться в стильную игрушку 3D Dot Game Heroes. Охота на больших чудищ с красными точками ждет приставочных игроков с 11 мая в мире Lost Planet 2. Ну а поклонники онлайновых ролевых игр и творчества Роберта Говарда получат повод вспомнить об Age of Conan. К нему 11 мая выходит дополнение про Кхитай — Rise of the God Slayer. Смотрите на следующей неделе на konobu.ru Alan Wake — рецензия Halo Reach — советы и подсказки Fallout New Vegas — интервью Ну вот и все на сегодня. Вроде как все события из мира игр мы осветили. Те, что достойны вашего внимания, разумеется. Не заморачивайтесь на играх слишком сильно и оставайтесь на волне конобовостей. До встречи в следующую пятницу! Субтитры создавал DimaTorzok